здравствуйте ребята я рада вновь приветствовать вас на уроке музыки урок 19 музыкальные картины сегодня на уроке ты послушаешь музыкальные картины и сравнишь их образы с живописью мы продолжаем с вами разговор о музыке и живописи на прошлом уроке мы говорили о том что художники и композиторы используют разные средства выразительности но любят отражать похожие образы сегодня я предлагаю вам подобрать картину к музыке будет звучать музыкальный фрагмент перед вами будет три картины ваша задача подобрать художественный образ к музыкальному а затем мы проверим правильно вы это сделали или нет а и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сейчас прозвучало произведение французского композитора Камиля Сенсанса «Лебедь». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Вы услышали музыкальный фрагмент произведения «Утро» норвежского композитора Эдварда Грига. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сейчас прозвучал энергичный, яркий и полный движение «Кюй-Сарыарка» – «Золотая степь», знаменитого кюйши Курмангазы Саграбайулы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То, что исчезает спустя мгновение. Как уловить ее красоту и сохранить для вечности? До изобретения звукозаписывающих приборов это можно было сделать единственным способом, соединив с другим жанром искусства живописью. Стремясь передать музыкальность момента, художники часто изображали музицирующих людей с инструментами. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А вот композиторы изобрели жанр, который называется симфонические картины. Это одночасное произведение для симфонического оркестра. Такое произведение обычно имеет пейзажный изобразительный характер. Ярким примером этому может служить симфоническая картина «Волшебное озеро» русского композитора Анатолия Лядова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Давайте запишем в рабочей тетради. Симфоническая картина. Одночасное произведение для симфонического оркестра. Имеет пейзажный характер. Анатолий Лядов. Симфоническая картина «Волшебное озеро». А сейчас, ребята, я вам предлагаю еще раз вспомнить и повторить песню о картинах. Учебник страница 72. Если видишь на картине, нарисована река, Или ель и белый иней, Или сад и облака, Или снежная равнина, Или поле и шалаш, Обязательно картина Называется пейзаж. Если видишь на картине чашку кофе на столе, Или морс в большом графине, Или розу в хрустале, Или бронзовую вазу, Или грушу, Или торт, Или все предметы сразу, Знай, что это натюрмот! Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на нас, Или принц в плаще старинном, Или в робе верхолаз, Летчик или балерина, Или колька твой сосед, Обязательно картина Называется... Муфет! Мяу! Не муфет! Портрет! Сегодня на уроке мы с вами убедились, Что и музыка, и живопись Могут одинаково ярко отображать любые образы. Домашнее задание. Еще раз прослушайте симфоническую картину Волшебное озеро И нарисуйте к ней иллюстрацию. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребята!